Как объединить экологию и революцию? Ответ на этот вопрос нашли организаторы Международного книжного салона 2017. Праздник любителей чтения приурочили одновременно к году экологии и столетию революции. Так историю обсудят писатели на круглых столах. Красному Петрограду посвятят музыкальные и театральные номера на открытых площадках. А любовь к природе можно будет выразить на чемпионате по сбору макулатуры. В этом году в книжном салоне примут участие 240 издательств из России и зарубежья, более 40 приглашенных гостей. Среди них Татьяна Москвина, Александра Маринина, Ник Перумов, Евгений Водолазкин и многие другие. Уже подтвердились в участии более 20 стран. У нас будут участвовать более 16 наших друзей, коллег из других субъектов Российской Федерации. У нас будет проведено более 130 мероприятий, круглых столов, дискуссий, панельных дискуссий, общение и встреч с писателями, авторами. У нас будут проходить конкурсы на открытой территории. Книжный салон торжественно откроется в полдень 25 мая на Манежной площади. Для горожан сыграет оркестр «Северная симфония», выступят солисты Мариинского театра и участники фестиваля военных оркестров. А в полночь послушать музыку можно будет с видом на берег Невы. Фестиваль «Поющие мосты» откроет сезон. По традиции основу программы составит классическая русская музыка. «Мы специально избегали вокальных фрагментов, чтобы избежать конкретики. Вокал – это текст, текст – это конкретный некий образ. Мы не хотим навязывания никаких образов, мы хотим создавать атмосферу, в которой могут быть любые образы». В течение лета планируются тематические программы. Цикл вечеров в памяти Олега Каравычука и Василия Соловьева-Седова. День военно-морского флота. Закроется фестиваль 2 сентября недели Андрея Петрова. Организаторы пообещали провести замеры уровня звука, чтобы музыка не мешала жильцам соседних домов.